Записываем сенсационное видео про печать Антихриста из Откровения Святого Иоанна Богослова. Почему-то все начинают расшифровывать число 666, чтобы выяснить, кто такой Антихрист, вместо того, чтобы понять это на основании остального текста. В Библии главная тема – конфликт Бога с другими религиями. Следовательно, Антихрист – это персонаж из другой религии. Число 666, которое есть число человеческое, записывалось буквами и означало что-то вроде автографа и инициалов. Например, Нерон Кесарь или что-то вроде этого. И таких Антихристов, как во времена Иоанна Богослова, так и после него было полным-полно. А печать Антихриста, точнее, начертание зверя, без которого нельзя ни покупать, ни продавать, было вполне конкретно. Это мазок кровью или сажей языческого жертвенника. И это бесило жителей Первого Рима не меньше, чем бесит жителей Москвы Третьего Рима масочно-перчаточный режим. Чтобы получить это начертание, необходимое для входа на рынок, надо платить жрецам деньги, стоять в очереди. А если без этой метки поймают на рынке, скормят ли вам? От христианских мучеников, которых скормили вам, требовали не отречения от Христа, а участвовать в этих языческих обрядах. То есть, как в Москве Третьем Риме можно обзывать мэра оленеводом, но главное при входе в супермаркет надеть маску. Так и в Первом Риме можно называть Аполлона Авадоном, но главное бросить горсть зерна в костер на жертвенники при входе на рынок. А пандемия коронавируса – это самая настоящая религия, потому что религия – это мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное. Как раз пандемия и коронавирус – это реальность, зато реакция на эту пандемию в обществе – это религия. Так же, как солнце на небе – это реальность, а культ Аполлона, в котором сжигание еды на жертвенники может повлиять на природу религия. При внимательном рассмотрении большинство ограничительных мер, типа запрет сидеть на скамейках и закрытия ресторанов на час раньше, могут влиять на эпидемию только сверхъестественным образом. Даже вакцинация хоть и защищает от болезни, но когда объявляют в первый день вакцинации, когда иммунитет еще в принципе не может выработаться, а снижение числа заболевших – это может случиться только сверхъестественным путем. Прокорность и жертвы умилостивили богов, и они отвели болезнь. А раз сверхъестественное – значит религия. Ношение масок и перчаток – это аскетика. Недополученная прибыль от закрытия предприятий – это жертвоприношение. Заметьте, печать или начертание для того и наносится, чтобы их было видно, и насколько замороченным надо быть, чтобы называть печатью «прививку», которая невидима, и не замечать маски и перчатки, без которых нельзя ни продавать, ни покупать. Продолжение следует...